Следующее предложение пишем. Так, сначала целиком слушаем. Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Теперь пишем. Чиж... Девчонки захотели за одной партой писать. Так, пишем, не отвлекаемся. Чиж жил. Сейчас Егору покажу. Опа. Короче, он сначала отказался писать. Я говорю, ну ладно, иди отдыхай. И стал бегать, заглядывать ко мне в учебник и писать так. Я развернулась, чтобы он не бегал. Потому что он через плечо заглядывал. А я сижу, вяжу варежки Лерки. Лерка у меня потеряла одну варежку. Мне приходят. Сейчас покажу. В общем, вот. Не знаю, тут видно, нет? Она темненькая такая. Тут кикмахир и полушерсть. В общем, все вместе смешала я. А чего ты поближе-то? Тут темно тебе будет. Иди туда. Он у нас подсматривает. Ой, да ладно. Так, Чиж жил в клетке. Егор, списывать нехорошо. Да, Егор! Нехорошо списывать. Иди давай своей головой думай. Вот так мы делаем уроки. Это всегда мы так делаем уроки. Но, в принципе-то, он их как бы делает. В принципе, математика, конечно, нам легче дается, чем письмо. Хотя у него, если он старается, почерк каллиграфический, красивый. Если он старается. Но это бывает очень редко, когда он старается. У Снежаны тоже красивый почерк, когда она старается. А Вася очень торопится. Да, Вась? Так, что написали? Это Чиж жил в клетке. И Такие сложные слова, коротенькие, да. И Ни Что, опять ошиблась? Да. Вместо умням. Ничего страшного. Тяжело в учении, легко в бою, да? Суворов говорил. И мы, как суворовцы. И Ни Разу Не Пел В конце предложения что поставим? Точку. Точку. Все написали? Варя, а Егор, а Егор написал слово диктант и Чиж. Это он списал у Снежаны. Дальше. Следующее предложение. Слушаем сначала целиком. Варя пришла к Чижу. Варя. Егор сможет в компьютер. У меня там беззвучно идет один из наших любимых каналов. Не будем называть какой. Правда? Так. Варя Пришла Че не пишешь? М? Егор? А Егор? Пытается сделать несчастное лицо. А сам еле смех сдерживает. Ему смешно. Ему всегда смешно. Ну, хихикни, ладно. Все свои. Егор. Как ты нас хихикаешь-то? Громко. Так. Варя пришла к Чижу. Пришла к Чижу. Ну, у вас там просто тесно. Вы зря сели за одну парту. Эта парта рассчитана на одного человека. Ну, в общем, они будут писать-то всего три предложения. Поэтому я как бы разрешила. А так они у меня отдельно, конечно, уроки делают. Я слежу, чтобы не висел локоть. Чтобы почерк все-таки формировался. Так. Проверяем. Варя пришла к Чижу. В конце предложения. Точка. Точка. Ну и все. И все. Хватит. Хватит. Еще. Ладно, давайте следующее. Пропустите одну строчечку. Без названия будет. Слушаем. Жаба ждет, раздув в живот. Жук летит ей прямо в рот. Так, пишем. Начало предложения, да? С какой буквы пишем? С большой. Жаба. Егор, ты пиши вот про жабу-то. Жаба. А Егор, успеешь? Пиши. Жаба. Ждет. Запятая после слова ждет. Жаба ждет. Раздув. 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 Не Ф на конце, а В. Раздув. 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 На конце буковка В, Егор. Когда у жабы живот раздувается, вот тут пишет. Жаба ждет. Раздув. Живот. Раздув. Живот. Снова запятая после слова живот. А что это неправильно? Раздув неправильно написала? Да. Поставь скобочки, напиши еще раз это слово. Жаба ждет запятая, раздув живот запятая. Да. После запятой тире поставьте. Вась, ты чего там уже пишешь? Жук летит ей прямо в рот? Да. Ох, торопышка ты, а. После слова живот у нас стоит запятая, после запятой тире. А дальше жук летит. Жанна написала слово раздув? Да. Угу. А слово живот пишешь, да? Угу. А Егор что написал? Егор, что написал-то? Я написала. Ау, мы тут. Мама, смотри наверху. Егор. Егор. Подними голову-то. Жаба ждет, раздув живот. Так. Жук летит, ей? Прямо в рот. Живот, Снеж, после слова живот запятая, тире, после запятой тире. Дальше пишешь. Жук летит ей прямо в рот. Вот так у нас по чуть-чуть мы прогрызаем камешек. Как называется камешек науки, который мы грызем? Учеба. Нет. Уроки. Нет. Ну, когда говорят, грызем. Диктант. Грызем гранит науки. Слышишь? Жан, куда ты запихиваешь ручку-то? Слышали такое выражение? Нет. Не слышали еще? Нет. В общем, грызем мы камушки науки. Так. Жук летит ей прямо в рот. Жук летит. Жук летит ей прямо в рот. Егор уже надоело писать. Да, Егор? Да? Надоело уже? Ну, ты хоть подай какие-нибудь звуки, что ли. А, Егорка? Мама нам написала. Жук летит ей прямо в рот. Ей прямо в рот. Почему прямо, если прямо? Прямо. А ты прямо написала? Ну, ладно. Ничего страшного. Сейчас исправим ошибки. После слова рот. Точку нужно поставить. Предложение закончилось. Ладно, Вась, сейчас еще почитайте. Вам там до 97-й страницы точно нужно прочитать. И еще рассказы Толстого. И еще какие-нибудь сейчас посмотрим. Сейчас я еще кое-что напишу. Снеж, надо почитать сейчас пару страниц. Так, у нас, главное, чтобы зубы не сточились на граните науки. Егор Сергеевич, почка ты в свою комнатку на диванчик. Ходи, они еще нагулялись у меня сегодня. Устали гулять тоже, да? Ага. Ай, ой, вот ведь до чего. Устали гулять. Ладно. 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 Продолжение следует...